Я хочу сделать заявление. В прошлом судебном заседании я непреднамеренно ввел в суд заблуждение. Во-первых, я сообщил, что к расследованию настоящего дела было проведено 6 следователей и 2 прокурорских сотрудников. Хочу уточнить, что к делу было приобщено и до сих пор участвуют 4 генерала. Сотрудники прокуратуры это Минеев, Кривошеев, Кобзаренко, Сухоручкин, Филипенко лично. Также была создана следственная бригада Асалгараевым. Обстановление Асалгараева после обращения к нему Минеева вошел также помимо Федотова, Лазарева, Джижирина, Белозерцева, Краморова, Калешова, еще Марков. Ну и также участвует Асалгараев, сам Скобликов, Гаврунов, Петрякин и Мезрин непосредственно. Хочу также обратить внимание, что на свидетелей по данному уголовному делу оказывалось и оказывается давление в цели издачи на меня ложных показаний. Поэтому сейчас я точно понимаю, в какой опасности находятся люди, которые не имеют возможности защищаться от необоснованного уголовного преследования и незаконных действий прокуратуры Саратовской области и Следственного управления Саратовской области. Не могут себе позволить адвокатов пасу соглашения. Поэтому на примере данного дела я, пользуясь присутствием СМИ, хотел бы обратить внимание на данную ситуацию в Саратовской области как председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бостретина, так и генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова, органа судейского сообщества и средства массовой информации. Следующее у меня ходатайство имеется. Данное уголовное дело было выделено, как здесь неоднократно обсуждалось, от материала уголовного дела номер 12-102-63-21-4-0-90, который в настоящий момент расследуется Следственным комитетом по городу Саратову, отделением Следственного комитета России по Саратовской области. В рамках надзорных полномочий данного уголовного дела было изучено. Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в рамках данного уголовного дела допрашивался Виноградов Руслан Андреевич. Допрашивался он неоднократно, в том числе в декабре или ноябре данного года. В данном случае с изучением данных материалов установлено, что им давались показания, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу. В связи с этим мы просим в соответствии с статьей 161 УК РФ выполнить запрос следователю по данному уголовному делу о возможности разглашения, сведения, не составляющую тайну следствия, а именно протоколу допроса Виноградова от 9 ноября 2022 года и от 16 декабря 2022 года, содержащих в томе 9 на статье дело с 58 по 60 и со 150 по 154. В данном случае для озвучивания в судебном заседании и их оценки, в данном случае, Ваша честь. Так они имеют отношение к данному уголовному делу, но допрашиваются по тем же обстоятельствам. Ваш честь, можно ли я? Ваш честь, первый вопрос, который прежде всего должен быть задаться. Сухоручкин, откуда у вас уголовное дело на руках, которое находится в производстве следственного отдела, как вы сказали, по городу Саратова? И, в принципе, также вопрос Александру Ивановичу Бострыкину для того, чтобы провести проверку по происходящему сейчас здесь. То есть на каком основании дело, находящееся в производстве городского следственного комитета и по которому не принято процессуальное решение, может быть изъято, и если я так правильно понимаю, сегодня 27 число, 27 прошлого месяца, ноября, было прекращено оно и отменено прокуратурой. Значит, сегодня день принятия по нему процессуального решения. Каким образом на руках у вас, Сухоручкин, находится полное уголовное дело? И, насколько я понимаю, что право надирать и какие-то делать оттуда выписки или заметки может только надирающий прокурор. Это Янышевский. Я просто не понимаю, каким образом вы получили это дело. Я хочу, для того, чтобы обратиться через средства массовой информации к Александру Ивановичу Бострыкину о том произволе, который происходит в следственных органах и в прокуратуре. Прямое имеет отношение. Дальше я хочу сказать, те жалобы, которые и те обращения о привлечении к уголовной ответственности Филипенко спускаются сюда к Говрунову и, по моей информации, Филипенко звонит руководству следственного комитета и говорит, что Курихин написал, несите ко мне. То есть, вместо того, чтобы проводить какие-то следственные действия, опрашивать меня, эти же мои заявления на Филипенко несутся, ему покажутся, ни по одному из обращений к состоящему руководству следственных органов России я ни разу не был опрошен, а все документы несут Филипенко на обозрение. Тоже сейчас, тот же произвол происходит сейчас в судебном процессе, когда уголовное дело, по которому нам даже не протестует прокурор о том, что об оглашении привлеченных, там нет ни одного подозреваемого, нету обвиняемых. Это сделано лишь для того, чтобы оказать давление на тех инспекторов Росгвардии, которые дают правдивые показания, а также на сотрудников полиции, которые, даже будучи уволены, все равно продолжают настаивать на правдивых своих показаниях, на чем строится и все эти сертифицированные уголовные дела. Я прошу прощения, зачем снимаете на улицу? На улицу можно снимать, кого угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!